Торговые палатки с соками и напитками, киоск сувениров и воздушных шаров, шатер с закусками. В списке объектов, которые незаконно расположены на набережной Владивостока. Избавить от них популярное место отдыха в связи с его обновлением поручил глава города Виталий Веркиенко. Совместно с московским конструкторским бюро «Стрелка» специалисты мэрии разрабатывают новую концепцию спортивной набережной. Количество ларьков здесь должно сократиться в пять раз. Уже начался их снос и демонтаж. Сооружение «Спортивная набережная» ранее было передано в аренду. В настоящее время по решению суда договор считается расторгнутым, потому что арендатор не оплачивал арендную плату. И мы в настоящее время убираем объекты, которые здесь находятся самовольно, без правоустанавливающих документов. Прогулочную зону набережной расширят, а торговую организуют грамотно. Стойки с уличной едой и сувенирами будут расположены не сплошным рядом, а точечно и упорядоченно. Также проведут работы по благоустройству в рамках федерального проекта по формированию комфортной городской среды. Украсит обновленную территорию новый туробъект – проект малой архитектурной формы «Семь сопок». Его планируют установить перед лестницей, ведущей к набережной. Архитектурный образ дополняется настилом из дубовой доски и ночной подсветкой. А вот место, в котором предполагается размещение скульптуры «Семь сопок». На каждой колонне написано название соответствующей сопки и высота. Жители города узнают название сопок, на которых они живут, а туристы смогут посетить все сопки одним махом. Спортивную набережную Виталий Веркиенко проинспектировал в апреле. По его словам, это лицо города – популярное место отдыха жителей и гостей, которое не нужно превращать в торговую улицу. Отметим, администрация Владивостока совместно с полицией ежедневно проводят рейды по выявлению и пресечению в городе незаконной торговли. Ежемесячно специалисты выявляют около ста незакон размещенных объектов. Анна Бережная, Новости на Восьмом.